Счёт 3-1 Не будем ставить? Между двадцать не будем? Нет. Не будем. Тимофей, вы бы всё просчитали. В прошлый раз, как мне доложили, шпионы вы считали. Поставь, пожалуйста. Поставь, пожалуйста. Два с половиной миллиона на красное. Спасибо. Два с половиной миллиона на красное поле взяли. И похоже, что зеро. Интеллектуальное казино против знатоков. Вы знаете, после прошлой игры, мне позвонил мой давнишний друг Толя Лысенко, Анатолий Григорьевич, генеральный директор Второго канала. И ругал меня страшным просто образом за то, что я спился во время Игр Бессмертных до такой степени, что даже не заметил в прошлый раз, как закончилась игра. Это водка. Настоящая водка. Господин Довгань, это лучшая водка. Абсолютно точно. В нашей стране. Да. В мире. Да. На всей планете. Абсолютно. В галактике. В космосе тоже такой нет. Огурчик тоже долго нет. Так вот я и подумал, что мне терять нечего. Смирнов, что вы так смотрите? На вас. Нет, вы сюда смотрите. Ну, считаешь, и другая водка лучше. Ну, если вы хотите, и мне не жалко. Да нет, спасибо. Не, ну, пожалуйста. Зачем? Ну, пожалуйста, пожалуйста, возьмите. Не пей. Одну секундочку. Может быть, еще кто-нибудь хочет? Серега. На работе не пьем. Не пей, крупье станешь. Где мать твоих? А? Крупье не хочу. Иначе я дам Смирнову. А я уже не возьму. Нет, подошел. Я пока кофе. От гриппа помогает. Точно. Водка, довгань, и вы будете здоровы, здравствуй. Я вот целую неделю лечился, а сейчас уже. Остался господин Левин. Да, остался только я. И так? Что и так? Ну, тракнем водку-то. Сколько это будет стоить? Я за рулем. Ну, смотрите. Все видели, что это настоящая водка. Вы можете понюхать. Ну, ладно. Это хохма кончилась. Унесите, пожалуйста. Да. Так вот, на что будем играть? Кто-то говорил про американку. Я вам проспорил в прошлый раз. Давайте повторим этот момент. И будет, так сказать, нейтрализация какая-то. Или 2-0. Или 2-0, да? И потом опять откажешься с нужным моментом. Я не отказывался. Нет, ну я не могу паузу. А чем она вообще? Ну, потому что у ваших соперников была одна пауза. А у вас у американки у соперников тоже не было? Нет, ребята, вы еще и миллион попросите. Нет, так я не могу. Итак, играем. В прошлый раз я проиграл 2,5 миллиона. У вас есть деньги? Нет. Все проиграем. Нету. На что играем? Просто на очко. На очко. На очко. Хорошо. Вы должны как-то выкупить свою американку. Да. Ваша американка против ваших денег. Ну, хорошо. Ваша американка против вашей американки. Ваши американки против американки. Хорошо. Второй раз играем на американку. Итак, у нас американка на кону. И мы начинаем раунд зеро. Шутки в сторону. Шутки в сторону. Потому что я вспоминаю своего приятеля. Анатолия Лысенко. Анатолия. Только Маркова. Строитель из города Харькова. Который считает, что наблюдательность и зрительная память главное качество человека. Недаром в некоторых специальных учебных заведениях это самый такой серьезный экзамен. И он мне прислал тот самый граненый стакан и попросил показать всем знатокам. И каждый из вас его видел вблизи. А теперь я задаю вопрос. Сколько граней? Сколько граней у того граненого стакана. Время. Шестнадцать, ребят. Откуда ты знаешь? Однозначно. Ровно делится. На восемь, на четыре, на два. Точно? Ты проверял это? Да. Не тринадцать, не семнадцать. Не тринадцать, не семнадцать. Я тут спрашивал. Спокойно. Я сказал, что шестнадцать. Мне сказали, что не шестнадцать. Шестнадцать. Это явно какие-то попытки разведчиков, да? Ну, это естественно. Ну, там по аквариуму, да? Не, а нас не интересует. Не, не, ребят. Чего пишут? Так, а не двенадцать? А сколько двенадцать? Не двенадцать, как секторов на столе. Нет, нет, нет. По-моему, там в аквариуме вот был такой вопрос. Делим квадратик на четыре, потом еще раз на четыре, потом еще раз. Подожди, по сантиметру примерно грань. По сантиметру. А, ну, прикинь. А, удобно формами лупить квадратными, как говорят. И еще раз на два делим, получается шестнадцать. Вот хорошо, шестнадцать, удобно делать форму квадратную. Нет, нет, шестнадцать, что? Либо восемь, либо шестнадцать. Следующий тридцать два уже. Восемь и шестнадцать. Шестнадцать, что? А вы не считаете, что они считаете? Представьте восьмигранный стакан, можно представить? Не шпорт со старшими. Специалист. Ну, так не без этого. А если двенадцать? Побьете, что делать? Шестнадцать, восемь. Итак, у вас два ответа. Двенадцать и шестнадцать. Каков будет ответ команды? Сергей Овчинников. Да, большой специалист в этом вопросе, проведший такую бурную, мягко говоря, юность. Я считаю, что там шестнадцать. Ответ принят. А теперь, внимание, правильный ответ. Господа, стаканы-то бывают разные. И в том стакане, который я вам показывал, четырнадцать граней. Ну, поскольку мы играли на американку, и у вас такой разгромный счет, я не знаю, господин Борщевский, могу ли я простить две грани. Да, тем более, что есть одна грань снизу, одна грань сверху. Брат, бог с вами. Счет становится три-два. Настоящий адвокат, который появился.